Привет, ребята! Как вы поняли из названия, ДКПА уравновил свой полуавтомат Neomig. Совсем недавно один эту модель сделали, делал я обзор, и нашел некоторые недостатки. Довольно оперативно все устранили. Ну и, наверное, единственная фирма, которая устраняет свои недостатки в аппаратах, ну, еще была фирма Foxveld 107-й аппарат, они дорабатывали, там катушку немножко переносили. Итого, все это заняло примерно полгода, а здесь за 3-4 месяца среагировали. Что исправили в этом полуавтомате, давайте кратенько посмотрим. Посмотрим. Упаковочная коробка все та же осталась, тот же картон, без изменений. Откроем ее, посмотрим, что по комплектации, может быть, здесь что-то изменилось. Такая же маленькая коробочка в комплектации, правда, видим все те же самые алюминиевые, 3-метровые. Видим, что ручки стали черненького цвета, вилка, горелка 15-я стандартная, шланг и расходники. Немного изменили инструкцию. Достану аппарат из коробки, видим, что здесь появилась наклейка на дверце, отсека с проволокой, полноприводный механизм тот же остался, аппарат стал красного симпатичного такого цвета, наверное, лучше смотрится, чем белый, без верхних накладок, без пластика. Разобрал его, посмотрим, что по внутрянке ничего не изменилось, и видим, что здесь все те же самые алюминиевые шины, но есть кусочек медный, как и был. По радиаторам осталось все то же самое. Три таких средних размеров радиатора алюминиевых, так же, как и на свароге Smart 200, там они даже чуть поменьше будут. В принципе, можно крышку закрывать без изменений. Вот так он с накрученными рогами этими смотрится, ручки, которые сверху. Симпатичный так с виду, красненький. Посмотрим, что по меню изменилось. Включается он довольно быстро. Название кнопок и меню на русском языке, удобно. На электродах остались все те же. 170 ампер на 60 вольт напряжения холостого хода. Тот же форсаж, тот же гореть старт. Так же в РД включается и выключается без изменений. На теклифте осталось все то же. 200 ампер только ток регулируется, и больше ничего. На микр-режиме появилась настройка в метрах в минуту. Стало удобно настраивать. Все таблицы более-менее подходят. Минималка 2 метра в минуту, максималка 15 метров в минуту. Ну, якобы. Крайняя правая вертушка регулирует напряжение в вольтах. Здесь 27 вольт максималка, минималка 10 и 5 вольт. Изменили кнопку протяжки. А что именно? Увеличили скорость протяжки. Было 8 метров в минуту, стало 12. Побыстрее протягивается проволока, поудобнее стало. Если вам нужна регулировка в амперах, синергетика, держите эту кнопку, появляется регулировка в амперах, как и было на прошлой версии белой. И также можно подстраивать в минус 5 и в плюс 5 вольт диапазон. Довольно широкий, хватает. Вместо ненужной кнопки продувки газа теперь здесь есть регулировка предгаза до 3 секунд. От 0 до 3 секунд. И также можно, если еще раз нажать, регулируется постгаз. Как минимум нужно где-то полсекунды ставить. Тут тоже от 0 до 3 секунд. Но рекомендую где-то полсекунды, максимум секунду ставить оптимально по расходу газа. Регулировка индуктивности от минус 10 до плюс 10. Рекомендую плюс 10 ставить. Мягче сваривает. Мягкий старт где-то на 3-5 ставить. Самый комфортный вариант. И до же проволоки тоже комфортный вариант. Казалось, где-то на пятерочке. 0 и 10 плохо. А вот пятерочка самая то. Дуга не тянется сильно. Подключил аппарат поудобнее. Накинул шланг со смесью. Подключил проволоку. Горелку родную. Что было из коробки. Подключил массу к столу. И сначала попробуем самый комфортный режим. Как видим, сначала это брыкается. Но потом дело идет нормально. Если поставить на 0, то проволока уже совсем как-то медленно выходит. Так что пятерка, наверное, самый оптимальный вариант. Да, иногда бывают заскоки. Но они на свароге Smart 200 примерно такие же. Даже если не больше. Так-то в целом комфортно. Проволока не подлетает. Вполне приятный процесс с точками. Ну и наглядно посмотрим. Мягкий старт. Слева по нулям. Максимально мягкий. Справа максимально жесткий. 10. Видим, что справа начало валик такое высокое. Потому что проволока ударяется и сразу накидывает груду металла. Слева начало такое плоское. Ну вот, наглядно видно, в чем разница. Так что где-то на пятерочку будет оптимально. На середину. Для повседневной работы. Ну и попробуем тоже к проволоке. Слева минимальная 0. Справа максимально 10. Крайнее положение. Видим, творится хаос. Что там, что там. Слева здесь вообще можно кнопку не отпускать. Если нажимаешь быстро, дуга даже не гаснет. Она тут дотягивается до последнего. Дожигает прям почти до наконечника. Но не прилипает. Как ни странно. В общем, дичь. Справа тоже видим дичь. Если, например, кнопку нажать, сделать точку и отпустить кнопку. И еще успеть дотронуться проволокой. Дуга будет тянуться. Она в любом случае будет тянуться. Даже если по серединке поставить. Здесь поставил 5 единиц в середину. Вполне комфортно, если шариком вот этим не дотрагиваться до металла. То есть точку сделали, отступили, следующее делаете. Но если будете дотрагиваться, видим, что творится. Дуга пытается и все еще догрызть. Даже уже кнопку отпустил. Она все еще горит. Напряжение есть на проволоке до какого-то момента. Ну и потестируем индуктивность. Слева индуктивность на всю. Максимально мягкая. Справа максимально жесткая. Видим, что справа уже валик такой высокий. Слева проваль глубину сильнее. Справа еще и брызг целый сноб. Видим, да. Разница по брызгам есть, которые летят от дуги. Так что рекомендую крутить индуктивность на все в плюс. Максимально мягко. Минимум брызг. И проплавление в глубину посильнее. Разрезал здесь жесткие болгарки. Видим, что слева здесь валик такой более плоский. На одних и тех же настройках. 7,3 метра в минуту. Справа валик повыше. Те же настройки, только индуктивность на все минус. Ну, как видим, он стал такого приятного красненького цвета. Наверное, чуть посимпатейше смотрится, чем белый. Белый такой, довольно маркий. Ручки вот эти вот, рога. Я не знаю, зачем их делают. Стали черные. Были такие, с белой полоской. В белой версии, да. Не знаю особо смысл их. В принципе, и одной ручки хватает центральной, да. Аппарат-то компактный. Носить, в принципе, и за одну ручку нормально. Ну, раз есть, так есть. В комплектации их кладут. Вот это вот защитное стекло прозрачное. Оно, конечно, со временем мутнеет. И, как правило, его все выкидывают со временем. Или оно само отваливается. Не знаю. Есть так есть. Можно и оставить. Но, не знаю. Кому-то, может быть, и будет мешаться. Зачем-то делают. В других аппаратах вроде как-то и без этого стекла обходятся. Важный момент. В прошлом видео я говорил, что здесь под стекло на экране попадает пыль. И вот за сколько времени тестирования? Наверное, день, два, три я с ним возился. Пыль не попадает. Сделали здесь такую прокладку. Поролонную, по-моему. И пыль уже сюда не залетает. Все, доработали. Крышку отсека немножко переделали. Сделали одну защелку, закрывашку. Было как. Несешь в правой руке катушку. И хочешь одной рукой открыть и поставить катушку. Как правило, пятиграмовую. А одной руки, вот, пальцев руки не хватает. Чтобы дотянуться сразу за две эти открывашки и открыть. Теперь стало удобно. Раз, одной открываешь. Ну, еще сюда наклейку сделали. Не знаю, зачем она. Но здесь есть кое-какая информация по меню. В принципе, тут и так все понятно. Лучше бы, наверное, приклеили сюда таблицу настройок. К этому аппарату было бы лучше. Идеальных настроек желательно. В общем, теперь можно открыть одним пальцем. Удобно стало. И вообще, открывание крышек на аппаратах есть, наверное, в три стороны. Вверх, вбок бывает открывается и вниз. Я считаю, что самое удобное – это вниз. Положил ее. Лежит она там. Катушка меняется, ничего не сваливается. В отличие от аппаратов, где крышка сверху, постоянно ее приходится закидывать так, чтобы немножко туда обракидывалось. По-моему, это лучший проверенный вариант. Положил крышку и лежит она, никуда не девается. А открывание вбок, как правило, откроешь и что-нибудь там заденешь. Либо она со временем как-то провисает, плохо защелкивается. Есть проверенные варианты. Вот вниз положил, все, лежит, никуда не денется. Ну и самое главное изменение по панельке. Вместо кнопки продувки газа поставили предгаз, постгаз. Я считаю, это важнее настройка, потому что там, когда кузовщину свариваешь, хочется, чтобы точечку сделал, еще газом прикрыло. Да и вообще, на прошлом видео, где я делал обзор на этот аппарат, постгаз был короткий, поры иногда вылезали. А здесь теперь полсекунды, секунды делаешь, никаких пор в конце точки не вылезает. Стало лучше. Не знаю, кто вообще пользуется продувкой газа, ведь можно просто на кнопку на горелке нажать, и газ пройдет по всем трубкам. Лишняя кнопка во всех полуавтоматах, я считаю, просто нагромождение каких-то бесполезных функций, которыми в реальной жизни не пользуешься. На эту кнопку протяжки проволоки увеличили немного скорости. Было 8 метров, стало 12 метров. Ну, вот этих 12 метров, да. Потому что двигатель здесь не выдает свои 15 метров в минуту честных. Где-то примерно 11 на всю катушку, если так накрутить. Могли бы просто не ограничиваться. Ну, она и так, в принципе, быстро. Протяжка стала поудобнее, немножко не приходится ждать, пока там проволока пройдет. Пойдет по всем этим каналам. Ну, и вот, как видим, основной недостаток-то, наверное, остается. Двигатель, да, на свароге 15 метров в минуту выдает. Я замерял. На моем аппарате Fox Old Sadio MiG200S, первой версии, тоже выдает 15 метров. А здесь, по ощущениям, примерно 11. Ну, не сказать, что это прямо критично, потому что на своем аппарате я вообще никогда не ставил 11 метров на 0.8 проволоки, когда сварил толстый металл, там, четверку, пятерку, девять с половиной, десять, ну, десять с половиной максимум. Там уже начинается просто разбрызгивание какое-то, приходится ставить чуть поменьше. А если хочется сваривать толстый металл, там, пятерку, шестерку, восьмерку, то просто ставлю в миллиметровую проволоку, побыстрее заполнение идет, и тогда скорость двигателя не нужна. Вам, в принципе, на этом аппарате хватит и 8, и 9 метров там от силы миллиметровой проволоки, так что еще в запасе остается там пару метров. Не критично, конечно, что здесь двигатель слабее. Я бы не сказал, что он слабее, потому что на других аппаратах тестировал тоже точность такой же двигатель стоял, тоже на нем написано 2-15 метров, 40 ватт, и, в принципе, он должен 15 метров выдавать. Такое ощущение, как будто его искусственно здесь программно задушили, можно, наверное, его не менять, просто снять блокировку, но если фирма будет как-то дорабатывать этот аппарат в третьей версии, возможно. Пускай как-то этот момент учтут, чтобы поставил 4 метра, 4 метра за минуту вылезла проволоки, поставил 15 метров, 15 метров вылезла. Будет честнее аппарат, конечно. В общем-то, скорости двигателя здесь хватает для повседневной задачи этих 11 метров, просто здесь будет другая таблица настроек. Например, на свароке или на своем аппарате, я когда сварю полторашку профтрубу, полтора миллиметра, ставлю 4,5 метра, 5 метров, 0,8 проволоки, то здесь приходится ставить 7,3. Видим, да, насколько разница на 2 и 8 метров в минуту разница. Просто под этот аппарат нужно будет составлять таблицу, что я, кстати, наверное, и сделаю. Разыграть не буду этот аппарат, оставлю его и сделаю какую-нибудь идеальную таблицу настроек к этому аппарату. Ну, снизу в описании я еще добавлю на полторашку и на четверку металлонастройки. А там, может быть, до Нового года сделаю еще один обзор. Докуплю разного металла от 0,8 миллиметров до пятерки. И на каждую толщину, и на каждом газе, и на каждой толщине проволоки 0,8 миллиметра сделаю настройку. Ну, еще не может быть, на порошковую проволоку. Потому что здесь они будут отличаться от стандартных аппаратов, где двигатели с честной скоростью. Стало, конечно, поудобнее, что можно зажать кнопку и переключиться в режим с ампер на метр в минуту. Амперы с метрами в минуту подачи связаны, как вы знаете. Нельзя разденить одну от другого, но просто в метрах поудобнее. Потому что все эти таблицы в метрах, как правило, распространены в интернете, а в амперах еще пока не особо. Чего сколько ставить, особо никто не знает. Надо будет таблицу сделать такую поподробнее. Ну, еще по дожгу проволоки. Как-то странно себя ведет до же проволоки. По идее, на всех аппаратах, когда ставишь 0, просто делаешь точки, и проволока прямо остается, в шве прилипает. То есть здесь она подлетает, догорает, да? Еще напряжение не скидывается с проволоки. Ставишь посередине вроде как пятерочку, все нормально. Но когда ты трогаешь с проволокой до металла, почему-то догрызается проволока, дожигается, да? По идее, не должна. Ну, и на всю катушку, если 10 ставишь, почему-то дуга тоже длится до конца, дожигается. Это как-то странно. В общем, самое комфортное условие здесь, это 5 единиц дожига проволоки. В принципе, вот это вот не мешает, то, что проволока, если дотрагиваешься до металла, она дожигается. Вы, когда свариваете особо-то, никогда проволокой не дотрагиваетесь. Но просто сам факт, что могли вот этот момент доработать, и проволока вообще там, если касаешься, просто прилипает к металлу. Ну, есть и есть. Особо не мешает. Просто ставите на пятерку, и все. Посередине. Мягкий старт. В отличие от сварога Smart 200, где двигатель бешеный, выдает свои 15 метров, и любое нажатие на кнопку на горелке, сразу проволока мгновенно вылетает. Плохо тем, что когда нет мягкого старта, проволока сначала утыкается в металл, вы ловите такое мелкое брыкание на горелке, проволока не сразу сгорает, а нагруживается, и только потом начинает расплываться, когда уже горение пошло. Когда есть мягкий старт, как-то поприятнее сваривать, точками всякие аккуратно зазоры заваривать. На всю катушку, если ставишь на десятку, брыкается примерно так же, как сварог Smart 200, а если поставить на пятерочку, на троечку, то мягенько. На ноль если ставишь, как-то проволока совсем уж медленно выходит, а вот 3-5 вроде оптимальная. Индуктивно здесь работает как положено, ставишь на всю десяточку, мягенько так сваривает, таким приятным мягким звуком. Так же, как и на свароге, может быть даже чуть-чуть помягче. В этом плане ДКПООР обгоняет сварог, но еще ДКПООР обгоняет в том, что здесь ролик-то полноприводный, а в свароге нет, только нижний ролик ведет, здесь и верхний, и нижний участвуют протяжки проволоки. Это добавляет уверенности, меньше брыканий, но слегка так на длинных горелках, 4- и 5-метровых, но там тоже можно выйти из ситуации, просто поставить тефлоновый канал или карбоновый, желательно с металлической вставкой на конце, чтобы съем тока с проволоки был получше, чем только с наконечника. У сварога Smart 200 еще есть умноохлаждение, то есть, когда не свариваешь, молчит, здесь умноохлаждения нет, но он тихо шумит, в принципе, нормально. Но если в следующей версии будут как-то декапауэр доделывать, обратите внимание, можно поставить датчик, чтобы он включался только когда нагреется. Мало ли, может прислушиваться и доделают. Еще такой момент, здесь видим, что штуцер вот этот стоит рядом с проводом. Не совсем удобно сюда подлазить, закручивать хомут, можно, в принципе, пересвелить отверстие и сделать этот штуцер под газ где-нибудь пониже. В идеале, вы, конечно, сюда поставите быстросъем, как на Свароге СМАРТ-200. Но можно, в принципе, и так, просто его переместить в другое место. Не знаю, как по продолжительности включения ПВД. По-моему, в этом аппарате чуть поменьше. Сейчас приложу таблички, сами посмотрите, чем на Свароге СМАРТ-200. Но смотря на эти радиаторы, которые стоят внутри, они вроде как чуть побольше, чем на Свароге. Так что тут непонятно, кто честно пишет, это продолжительность включения на Свароге или здесь. Может быть, здесь даже честнее. Еще момент, шаговая регулировка. Приятно, что она здесь есть. И когда, например, настраиваешь подачу метра в минуту, как-то шагово удобнее. То, что не проскакиваешь куда-то, лишние значения, а здесь так щелк-щелк-щелк. Удобно. Свароги СМАРТ-200, шаговой регулировки нет, и приходится так чуть-чуть подкручивать. Не критично, конечно, но приятно, что здесь она есть. Вилку 16-амперную, однофазную кладут. В принципе, могли бы стоять из завода. Не так уж сказать, что тут какая-то дикая мощность, 200 ампер-то. По толщине металла вот этого корпуса померил крышку штангелем 1-2 миллиметра. И одного миллиметра было достаточно, он бы стал чуть полегче. Килограммов 9 легче было бы носить. Но это так, если вдруг будут дорабатывать, могут сэкономить на железе, и он станет чуть полегче. Носить станет поудобнее. А что по горелке 15-й? В принципе, она так более-менее удобная. Есть какая-то небольшая резиновая вставочка. Не совсем такая крутая формовка, как на том же Сваруге Smart 200. Да, у них тоже сначала была такая полка-глобля, которая всё время из рук выскальзывала. Такая пластиковая ручка. Потом они доделались, стали в комплектацию класть уже с лучшей формовкой. Такая удобнее. Там есть шарнир. Вот здесь вот. А здесь шарнира, как видим, нет. Пружина. Она иногда так щёлкает туда-сюда. Шатается гусак. Сюда можно, конечно, разобрать ручку и подмотать изоленты, чтобы вот этот зазор убрать. Станет поудобнее. На Сваруге вроде бы качки поменьше. Там ручка как-то плотно облегала вот этот вот гусак. Не критично. Пользоваться можно. Но если в следующей версии будут как-то дорабатывать, можно без увеличения цены на этот аппарат положить в комплектацию горелку чуть-чуть формовкой получше. И вот с этой доработкой и шарнир поставить. Ну и вот вы спросите, а что ты его всё сравниваешь со Сваругом Smart 200? Ну, потому что это прямой его конкурент по цене и по качеству, потому что Сваруг аппарат Легенда уже проверенный временем. Там, правда, гарантия 5 лет. Здесь дают 2 года. Так же, как и Аврора на свои аппараты дают 2 года. Но это не критично, потому что ДКП уже заслужил доверие в народе этими аппаратами. Я считаю, что вот этот аппарат у них получился самый удачный. Лучше или хуже он Сваруг Smart 200? Я бы их поставил на данный момент наравне. Здесь немножко подвигатель есть проблема. Если доработают, то это прям будет лучше Сваруг Smart 200. Помягче сваривает, полнопривная протяжка, всё-таки выигрывает. На Сваруге этого нет. И вообще, как-то Сваруг со своими аппаратами остановился в развитии. Они продают свою модель уже давно, наверное, лет 10. Там уже у них есть вот у фирмы JASIC вот эти вот аппараты, которые со скошенной панелью. В Европу они продаются, а в России почему-то нет. Я понимаю, что они дорогие там в районе что-то, тысячу евро, да. Ну, могли бы сюда привозить какие-нибудь упрощённые модели с дисплеями, но что-то они как-то не дорабатывают свои аппараты. Вот продают устаревшие модели и всё. На этом какого-то прогресса нет. Они, конечно, хороши, но пора бы уже так чуть-чуть-то улучшать. Всё-таки конкуренты не дремлют, что-то доделают здесь. Так что я их поставлю пока на одной ступени. Хотите Сваруг? Берите Сваруг. Хотите этот? Берите этот. К чему у меня душа лежит больше? Наверное, к этому. Я, наверное, аппарат оставлю себе. Как говорят, так он мне понравился, да? Нет, оставлю себе. Возможно, подарю брату, потому что я там в гараже никакого полуавтомата нормального нет пока. А впервые за пять лет, что сюда присылают аппараты, единственный, который можно наконец-таки оставить. Прямо всё устраивает. Ну, может быть, горелку куплю чуть получше. И ещё я пока оставлю, сделаю на него идеальную таблицу настроек. Может быть, до Нового года я всё-таки соберусь мыслями, куплю железо и сделаю таблицу настроек. Так, чтобы вы открыли это видео, открыли описание, нажали кнопочку ещё под этим видео, и там будет таблица настроек. Ну, не знаю, когда ещё сделаю. Наверное, через месяцок. Пока что-то времени нет на это. Ну, а на первом месте в рейтинге я оставляю свой аппарат, Foxfield Sajima 200S. Почему? Ну, потому что за 5 лет тестирования аппаратов хотел я его сменить на какой-то другой. Сколько сюда аппаратов мне приносили ученики? Наверное, аппаратов 300-400 за все эти 5 лет. Так я и не нашёл по стабильности дуги лучше, чем Foxfield Sajima 200S первой версии. Что сказать по итогу? Можно смело брать. Аппарат получился удачный. Наверное, самый удачный у фирмы DACA Power из всей линейки, так скажем. Пока, на данный момент. Возможно, ещё это не последнее видео с этим аппаратом. Может быть, ещё какие-нибудь нюансы вскроются по мере пользования. Если понравился ролик, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок